Девушки отдыхают Когда вы приняли Господа Иисуса Христа, как своего единственного Спасителя, Святой Дух Божий сошел, чтобы поселиться в вас. Именно поэтому никто из нас не может сказать «Я одинок», «У меня нет утешителей, нет защитника», потому что Иисус сказал «Когда я пойду к Отцу, я пошлю вам параклитоса». Он с вами, он покрывает вас своей защитой. Сегодня в программе. Откройте со мной Исход, 14 главу. Я хочу, чтобы мы посмотрели на 19 стих. Если вы пришли с Библии, обведите слово «облако». Я буду рад, если, выходя отсюда, вы запомните всего только одно слово, и это слово «облако». Я буду рад, если вы запомните значение слова «облако» на всю жизнь. Это облако? Сильно отличается от любого облака, которое вы видите на небе. Я объясню вам это через минуту, потому что это жизненно важно. Это слово упоминается в Библии 58 раз. Узнав, что означает это слово, вы получите мощное благословение. Итак, Исход, 13 глава. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им днем и ночью». Ну а теперь 14 глава, 19 стих. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевым, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. Я уверен, что вы с нетерпением хотите знать, что же означает это слово «облако». Что это было за облако? Это облако не похоже ни на одно другое облако, которое они видели в своей жизни. Но они назвали его облаком, потому что не знали, как его еще назвать. Это похоже на то, как мы называем ядерный взрыв грибовидным облаком. Он просто похож на облако в форме гриба. Это не облако и не гриб, ведь так. Здесь также они просто назвали это облаком. Чем бы ни был этот огромный объект, он делал две вещи для евреев. Днем он защищал их от солнечного тепла, а ночью — от низких температур. И он обеспечивал им свет, когда они переходили Красное море. В тот момент по другую сторону от этого облака было темно, хоть глаз выколи. Эта темнота была призвана ввести в замешательство египтян, преследовавших Израиля. Это означает, что их противник не мог совершать на них ночные набеги или внезапно напасть на них в дневное время, и поэтому это явление просто называли облаком. Иногда это явление упоминалось как слава Господня. В других случаях его называли «сиянием Господа». Это облако полностью открылось для нас в Новом Завете как Святой Дух Божий. Это облако было символом Святого Духа. Ангел Господа, а это был никто иной, как предвоплощенный Господь Иисус Христос, и поэтому мы видим здесь Святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, которые сосуществовали в божестве перед всеми мирами. Они вели народ Божий из рабства Египта к свободу живого Бога. Днем они имели защиту от жары и от врагов, а в ночное время они были защищены от низких температур. Мне хочется воскликнуть, потому что я знаю, что собираюсь сказать. «А вы пока не знаете, о чем я, поэтому не разделяйте мой восторг». Но послушайте, когда вы приняли Господа Иисуса Христа как своего единственного Спасителя, Его Святой Дух сошел, чтобы поселиться в вас, и когда вы ежедневно ходите с Ним, в послушании Ему, Святой Дух постоянно наполняет вас, и поэтому Его будет больше, а вас меньше, больше Его и меньше вас. А Святой Дух Иисуса в Библии называется Параклитосом. Я знаю, что это слово переведено нам как утешитель, но слово параклитос – это гораздо больше, чем просто похлопать по спине и подать салфетку, чтобы человек вытер слезы. Именно это приходит нам на ум при слове «утешитель». Нет, параклитос – это древнее слово, означающее «воин». Греческие солдаты шли в бой парами, и поэтому, когда противник атаковал, они могли прижаться друг к другу спиной. Ты защищаешь слепую сторону партнера. И поэтому они называли своего боевого партнера параклитос. Поэтому мне хочется восклицать от радости, ведь Иисус не оставил нас одних сражаться в битвах нашей жизни. Он нас так сильно возлюбил, что не оставил непокрытой нашу слепую зону. Он с нами, и у Него все под контролем. Он наш партнер в любой битве нашей жизни. Он прикрывает нашу спину. Поэтому никто из нас не может сказать, «О, я сражаюсь с врагом один на один», или сказать, «Меня никому утешить. Я уязвим, я совершенно один, совсем без защиты». Потому что Иисус сказал, «Я пойду к Отцу и пошлю вам параклитосам. Он воюет за вас. Он сражается за вас. Он ваш партнер в битвах жизни. Он прикрывает вашу спину. И прямо по расписанию, в день Пятидесятницы, Святой Дух Божий пришел в церковь, чтобы впервые, навсегда поселиться здесь, на земле, и чтобы обитать в каждом новом верующем, который придет, дабы отдать свою жизнь Иисусу Христу, как Своему Господу и Спасителю». Что же это означает для всех нас сегодня? Это означает, что каждый, кто верит Господу Иисусу как Своему Спасителю, каждый, кто ходит в послушание Иисусу, каждый, кто любит Иисуса и ждет Его возвращения, может быть абсолютно уверен в том, что на вашей защите стоит Святой Дух. Я хочу сказать вам три вещи о Святом Духе Божьем. Во-вторых, облако Святой Дух было дано нам как знак присутствия Бога в нашей жизни. И в-третьих, облако Святой Дух дается нам как знак Божьего обеспечения. Итак, это защита, присутствие и обеспечение. Вот каков наш Бог, без облака израильтяне были бы поджарены еще до того, как попали в пустыню. Давайте скажем это вместе. Защита, присутствие, обеспечение. Облако защищало их от врагов. Облако защищало их от природных опасностей в пустыне. Облако защищало их от 100-градусной температуры днем и от низких температур ночью. Дело в том, что температура в пустыне может упасть на 50 градусов между максимальным и минимальным значениями. Но облако также обеспечивало им то, что им могло понадобиться. Только подумайте, это облако было достаточно большим, чтобы покрыть 2 миллиона человек. Вы понимаете, 2 миллиона человек вышли из Египта за исключением... О, было исключение, конечно. За исключением тех, кто решил уйти из-под этого покрытия. Я собираюсь поговорить об этом через минуту. Только те, кто оставался под покровом облака постоянно, получали защиту от Бога. Те, кто отказались от нее, остались без защиты. Возлюбленные мои. Когда Бог Сын дал Своим детям Святого Духа, Он дал его в изобилии, чтобы никто не мог сказать, «О, а я не имею защиты Святого Духа!» «У меня нет даров Святого Духа!» «У меня просто нет постоянного присутствия Святого Духа!» Единственная причина, почему вы можете не ощущать Святого Духа повсюду, это либо потому, что вы угасили Святого Духа, а это прямо противоречит Слову Божьему, либо, когда вы огорчаете Святого Духа преднамеренным, осознанным, согрешением, без покаяния. А как узнать, есть ли в человеке Святой Дух? Я хочу привести вам пример. Это будет лучше, чем если бы я пытался объяснить. Еще в 1800-х годах Дуайт Лайман Муди был великим евангелистом. У него не было хорошего образования. Но Бог чудесным образом использовал его в деле спасения на двух континентах. Итак, Муди пригласили на евангелизацию в Англию. Пасторы собрались вместе обсудить его приглашение. Начались диспуты. Те, кто были более снобами, чем другие, говорили так, а зачем нам этот мистер Муди? Он необразованный, неопытный. Кем он себя считает? Он думает, что у него есть монополия на Святого Духа? Один молодой пастор поднялся и смиренно сказал, «Ни в коем случае мистер Муди не имеет монополии на Святого Духа, но Святой Дух имеет монополию на мистера Муди». О, как бы я хотел, чтобы эти слова были сказаны обо мне, и я думаю, это также желание сердец многих присутствующих здесь. Итак, облако было знаком защиты Бога, а во-вторых, облако было знаком присутствия Бога. Бог был со своим народом, и облако было тому доказательством. Это было знаком его нахождения с народом Божьим. И каждый раз, когда они видели облако, они знали, что Бог с ними. В Библии, в 19 главе Исхода сказано, что Бог говорил из облака и дал Моисею 10 заповедей. В 33 главе Исхода Бог говорил из облака святом святых. А в 12 главе книги чисел Бог говорил из облака в Своем суде против тех, кто восстал, против руководства Моисея. Из облака, возлюбленные мои, Бог видит все через Святого Духа, живущего, верующим. Бог наблюдает за каждым нашим словом. Бог наблюдает за каждой нашей мыслью. Бог наблюдает за каждым действием и реакцией. Бог видит тайное желание наших сердец. А почему Иисус дал нам Святого Духа? Он сказал, «Я иду к Отцу и пошлю вам утешителя, параклитоса». И, конечно же, прямо по Расписанию, через 50 дней от Воскресения приходит Святой Дух. Почему? Позвольте рассказать вам, как все было устроено в древние времена. Если покупатель хотел купить ферму после того, как было заключено соглашение, проходило еще некоторое время, прежде чем покупатель занимал эту ферму, но владелец насыпал ему горсть земли. Он заворачивал горсть в одежду нового владельца, чтобы заверить его, что хотя он еще не владелец этой земли, она уже его. Если это была ферма по выращиванию фруктовых деревьев, то бывший владелец сломал ветку одного из деревьев и отдавал ее новому владельцу. Это служило знаком того, что ферма принадлежала новому владельцу. При покупке дома давался набор ключей, чтобы заверить, что дом теперь принадлежит новому хозяину. Это было похоже на залог, на заверение, на знак. Все это было символом того, что собственность принадлежит новому покупателю, хотя он еще не вступил во владение. И поэтому я хочу воскликнуть от восторга, в новом завете Бог всякой благодати дал своим детям небесное наследие, Он дал нам Святого Духа, чтобы заверить нас в своем присутствии сейчас и вечности. Святой Дух это горсть земли нашего наследия. Святой Дух это веточка древа жизни. Святой Дух это ключ к обители в небе. В Ветхом Завете мы читаем о том, как Святой Дух временно сходил на кого-то, чтобы использовать его для выполнения чего-то для Бога, а затем возвращался на небеса. Так было с Самсоном, с Давидом, мы слышим об этом у Исаии и в других местах Ветхого Завета. Но впервые в день Шевуота Святой Дух приходит, чтобы остаться, и он доступен каждому, кто верует в Иисуса, и вам тоже. Многие люди ходят по плоти, потому что либо не познали силу Святого Духа, действующую в нас, либо недооценивают ее. Облако — это символ защиты Бога. Облако было символом нахождения Бога. И в-третьих, облако было символом Божьего обеспечения. Рассмотрим слово «обеспечение» или «провидение». Оно состоит из двух частей. «Про», что значит «видеть наперед», и «видение», что означает «видеть себе так», да? «Бог все видящий». Он вне времени. Он видит наперед. «Я так благодарен Господу за то, что могу прийти к Нему и сказать, «Господь, я не вижу будущее, не знаю, какое решение принять. Помоги мне». И Господь, который уже опередил меня со своим провидением, направляет меня». Иначе говоря, Святой Дух вел их к своему провидению, к его направлению, туда, куда он хотел, чтобы они пошли. «Облако было дано им, чтобы привести их к абсолютному послушанию Богу». А теперь я бы хотел задать вам один вопрос. Вопрос в следующем. Радовался ли народ Божий тому факту, что их вело облако? Они были этому рады или нет? Они этому вовсе не радовались. Они ворчали, жаловались, норовя выбежать из-под этого облака. И я лично убежден, что их бы воля, они линчевали бы Моисея и выбрали бы вместо него его более слабого брата Аарона, которым было легко манипулировать. Они с легкостью заставили бы его сделать то, что они хотят. И мы увидели это тогда, когда они заставили его вылить золотого быка, но как ни крути, они должны были следовать за облаком. Итак, еще один вопрос, я дам вам и ответ на него. Если кто-то из израильтян решил бы, что с него довольна, и сказал бы, «О, с меня хватит, я больше не собираюсь следовать за облаком», что бы с ним случилось? Он бы умер в пустыне в течение 24 часов, либо из-за дневной жары, либо из-за низких температур ночи, либо из-за свирепых животных, или чего-то там еще. Так или иначе, он бы не выжил. А другой вопрос, что делает Бог? Неужели Он в небесах сидит и думает, как бы сделать вас несчастными? Что делает Бог? Он не только защищал их, Он не только заботился о них, но Он делал кое-что еще. Это была работа Святого Духа. Он их дисциплинировал. В своей мудрости Бог пытался заставить их перестать, быть толпой и стать великими воинами живого Бога. А вы со мной? Бог побуждал их отказаться от эгоизма и стать воинами, победителями обетованной земли. Бог творил из мятежных людей, завоевателей. А как вы думаете, почему в армии в течение первых 40 дней новобранцы проходят особую первую тренировку? Из них выбивают все гражданское, их учат быть дисциплинированными, быть военными. 40 дней тренировок. И Бог делает это в духовной сфере. Он делает это в духовной сфере. Так что позвольте мне кое-что предположить. Возможно, некоторым из вас не нравится водительство Святого Духа, потому что вам не нравится дисциплина. Возможно, некоторые из вас, присутствующие здесь или смотрящие нас в эфире, считают, что дисциплина это не для вас. Ведь она выбивает вас из зоны комфорта. Но послушайте, Святой Дух делает это для вашего же блага. Это для нашего блага. Он подготавливает вас к царствованию и правлению с Ним над всей вселенной. И когда сойдет Святой Дух и Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, это 16 глава 8 стих, когда Святой Дух сойдет, Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. Бог желает научить нас быть воинами в армии живого Бога. Он не желает, чтобы мы были недисциплинированными бездельниками. Что вы скажете на этом? Веди меня, Господь мой, прошу, веди меня. Я обращаюсь к тем, в чьем сердцем закралось недоверие к руководству Духа Святого. Возлюбленные, у некоторых из вас может возникнуть искушение подумать, что вы одиноки и что Бог оставил вас. Даже если умом вы знаете, что Он обещал никогда вас не оставлять и не покидать. Некоторые из вас отказались от руководства Духа Святого. И вы постоянно прислушиваетесь к советам не тех людей. Ваш Небесный Отец видит вас. Дух Божий печется о вас. Его лук и стрелы наготове, чтобы защитить вас. Когда вы проходите через потоп или через огонь, Он с вами. Параклетос покроет вас своей защитой. Скажите Ему, веди меня. Продолжение следует...